Приветствую любителей военного ремесла! Сегодня мы посмотрим прелюбопытнейший матч, который прошел между Муном и ВФЗ 12 августа 2019 года в Ладаре. Да, это не турнирный матч, но тем не менее он достаточно интересный и никто здесь проигрывать, понятное дело, не хочет. Потому что за победу в Ладаре и за места в Ладаре тебе даются квалификационные очки, которые позволяют тебе легче проходить на VGL, которые проходят регулярно примерно раз в полгода. Хотя, по сухам, в этом году он пройдет не зимой, а осенью, то есть немного раньше. То есть время между VGL немного уменьшилось, но это опять же сухие, никаких официальных стейтментов, то есть утверждений и объявлений от самих организаторов не было. Мун, легенда, я думаю, я надеюсь, я надеюсь, что не нуждается мне в каком представлении. Он очень легендарный игрок третьего Warcraft, легендарный игрок всего киберспорта, один из корифеев киберспорта, человек, который придумал большинство стратегий из-за эльфов, человек, который обладает самым большим количеством достижений в истории третьего Warcraft, человек, который выиграл больше всего денег в истории третьего Warcraft. В общем, большой молодец, и приятно, что он, учитывая, что ему 32 года, он продолжает быть на пике своих возможностей, пускай, конечно, уже не так кликает, как раньше, когда ему было 18-20 лет, но при этом он обыгрывает всех по макро. А они играют как раз сейчас на макро-карте, Twisted Meadow, огромная карта на четырех игроков, далеко друг от друга, то есть из-за этого игра уже автоматически превращается в какое-то подобие макро, будет много бас, хорошо прокачанные герои, с высокой долей вероятности. Против него играет в FZ, довольно сильный игрок за нежить, один из сильнейших в мире, безусловно уступающий 120-му и хэппи, но, тем не менее, скидывать его со счетов не надо. У игрока неплохой и может показывать хороший результат, и, к слову, он играет одной команде, что и хэппи, что о чем-то да говорит, лаки фьючер. Мун решил закрепить сначала золотую шахту и, видимо, как можно быстрее поставить дополнительную базу, на картах вроде Tuisted Meadow это критично важно, FZ это видит, знает, что здесь все будет происходить, поэтому, как только появляется герой, он берет железную некромантию и отправляется прямо сюда, чтобы попытаться забрать хотя бы одного крипа, попытаться помешать, попытаться что-то сделать, что-то полезное. Посмотрим, получится ли у него. В это время пока что нежить играет по стандартному против эльфов, нынешние мете, позднее кладбище, побольше вурдалаков, потенциальная возможность отменить дополнительную базу, все в таком духе. Как минимум, макромага спокойно Мун убивает, получает талисман у ворота. Не самый приятный артефакт, если уж честно говорить, особенно в начале матча, но хотя бы он не достался противнику, возможно, книгу, возможно, воровать, в ФЗ, но он спокойно ее отдает, а Мун, как самый настоящий непрофессиональный игрок, ее спокойно брал, он ее агрессивно тыкал, хотел ее взять, но все-таки книга интеллекта на самом деле очень важную роль играет для того же «Рыцаря смерти», потому что для него каждая единица маны играет ключевую роль в драке во всей игре, поэтому ФЗ зря ее не взял. Забрался в тычка, не хватило микроконтроля у Муна для того, чтобы его взорвать, и не дать опыт, но пока что игра абсолютно под контролем Муна, много опыта, правда, получил ФЗ, он убил одного из скрипов, еще и светлячка, это обидно, но не более того. В это время нажимается Тир-2, производятся дополнительные вурдалаки, Тир-2 Мун до сих пор не нажимает, светлячок отправляется ставить дополнительную базу, теперь все будет идти в зависимости от того, сможет ли ФЗ вовремя это разведать, и он это вовремя разведывает, конечно же, все-таки он профессиональный игрок и понимает, что здесь происходит, и теперь будет срывать он как можно больше вурдалаков, и те пытаться его отменять. Это стандарт, и все будет зависеть от того, сможет ли сейчас ФЗ это сделать или нет. Обычно, если у нежики получается ее отменять, то игра будет довольно простая для нежики, если не получается, то у эльфов гига становится слишком гигантское преимущество, нет, он не собирается прямо сейчас отменять, он хочет покрепить, и, видимо, получить второй уровень для своего рыцаря смерти. Необычное решение, все-таки отменить экономику противнику кажется довольно выгодным, но, видимо, моя аналитика не такая уж и хорошая. Но, возможно, после того, как закрепит этих самых гноуов, пойдет мешать самому врагу. Стоит понимать, конечно, что при этом у хранителя рочи, безусловно, есть корни, которые будут мешать, но когда у тебя 5 вурдалаков, ты не можешь окорнить всех. И в этом и состоит фишка с тем, чтобы делать громадное количество вурдалаков. Делается второй склеп и кладбище, неужели это переходит в масс горгулии? В принципе, на подобной карте это понятно, потому что горгулии мобильные, а на больших картах самую ключевую роль играет именно мобильность, то, как ты передвигаешься по карте. Это нормальная идея, конечно же. Надо было каким-то образом придумать ему, как бороться с этим. Изначально непонятно, как он планирует играть против своего врага, будет ли это масс воздух или это его любимейшая игра через дриад. Он известен по этому стилю, не все эльфы так играют, большинство эльфов больше уважает именно исключительно масс воздух. Ну и, как показывает практика, это самая сильная стратегия против нежити. Пытается спасать своих юнитов в это время, охранитель рощи, и довольно успешно, второй уровень есть у рыцаря смерти, поэтому он достаточно быстрый, начинает производиться горгулии и ставится бойня, для того, чтобы сделать как минимум статую, ставится охотничий зал. Эта игра не через воздух, это игра через дриад с дополнительной базой. Любимая стратегия Муна, ну не знаю, любимая Эли, потому что сложно говорить о каких-то личных предпочтениях игрока, не зная его лично, не говоря с ним лично, но и он очень часто играет. Так, при смене светлячки все разведают, посмотрите на разведку Муна, это красота, посмотрите на карту, везде есть разведка, везде все видно, везде ты знаешь примерно, где находится противник, ты знаешь, что он закрепивает, что нет, при этом, если что, можно сорвать светлячка и отправить его на разведку. Крепится сейчас лакет наемником Муном, для того, чтобы нанимать наемников, собственно, первые горгулии появились. Теперь вопрос, что он будет делать, собирать какую-то определенную крит-массу или нет. Золото добыча дополнительная скоро начнется уже у Муна. Пока что крипится, здесь можно спокойно получить третий уровень, то же самое делает Рыцарь Смерти, свой гоблинский магазин крипит. Сейчас будет зависеть от того, что предпринят Мун на эту игру, будет ли он сейчас пытаться играть агрессивно, учитывая, что у него пачка наемников, и его не так уже меньше посредине с врагом, или он собирается попытаться перейти в макро и подождать своих дриад. У него Тир-2 уже есть, очень защитные ставятся Древо Мудрости, не на базе, в неожиданном месте. Их можно заметить только в случае, если будет день, и юнит подойдет куда-то сюда поближе. То есть здания неожиданные, в том плане, что их будет проблематично найти, в случае чего. И мимолетно залетевший скелет на базу не увидит их сходу. Ну пока что обе команды крепятся. Рыцарь смерть почти получил третий уровень, появился лич, пока что никаких атакующих этих артефактов нету, имеют суду когтей и все в таком духе. Но все впереди. Фишка Twisted Metal в том, что она гигантская. Панда. Фишка Twisted Metal в том, что она гигантская. И здесь в любом случае ты получишь те артефакты, которые тебе нужны, потому что слишком много точек, которые можно крепить. Древо Мудрости появилось. Пока что нету единения с природой, но она рано или поздно появится, для того, чтобы защищать свои базы. Вторая обсидианная статуя появилась. И также... О! Хорошие артефакты падают. Рог Ветров, еще и Аура Вампиризм. Аура Вампиризма потенциально хороший артефакт, который он может... Потому что он помогает воевать Гаргулиям против Гиппогрифов. Это действительно неплохо. Редкий случай, когда Аура полезна для нежити. Ну и плюс Рог Ветров тоже шикарный артефакт. О! Забавное решение от ВВЗ. Он летит на остров. Обычно так не делают, потому что путешествие на остров дико ломает твою инициативу и темп. Но с другой стороны, от многих сильных игроков, того же самого Хэппи, можно заметить иногда, как он специально крипит эту точку, когда есть возможность, когда происходит криппинг по карте, для того, чтобы поставить относительно защищенную базу, к которой трудно добраться эльфу. Учитывая, что у него Мазгаргулии, то он в любом случае сможет легко защитить эту карту. То есть решение прелюбопытнейшее. Забавный артефакт. Падает защита плюс 5, кольцо. 34 брони из ниоткуда. Мун выходит в широкое макро, ставит дополнительную базу. То же самое будет делать в ВВЗ. Он уже поставил проклятый рудник. Ну и с красной точкой он может получить какой-то очень хороший артефакт и получить для реча третий уровень. Ставится некрополис, довольно защитный, как видите, специально направленный в направлению в сторону противника. То есть примерную, для того, что можно было удобно телепортироваться. Свиток восстановления появился. 300 здоровья, 150 маны всем союзным юнитам вокруг. Как бы говорится, очень-очень-очень сильный свиток исцеления, который при этом еще и ману восстанавливает на два койла и на одну нову. Шикарная штука. Пандрийский пиловар третий. Это сильно. Второе дыхание может много чего убить у нежити. Особенно учитывая, что там горгули. Особенно учитывая еще и то, что панду усилили в предыдущем патче. Не, ну Мун разошелся на этой карте, конечно, он ставит еще одно древо жизни. То есть у него будет суммарно 4 базы. Возможно, не помешало бы ему нанять какого-то шредера, учитывая то, что у него нету... что у него мало свитачков будет, потому что у него слишком много баз, а ему дерево надо. В это время путешествует хранитель рощи. У него нету свиткой телепортации, поэтому пользуется личным телепортатором, и он уходит на свою базу и спокойно выживает. Хорошо для него. Мандритский пиловар в это время спокойно крепится. Именно так. Он в первую очередь нуждается в этом самом криппинге для того, чтобы получить как можно быстрее третье дыхание, например, чтобы сдувать всех врагов за раз. Конечно, такая... Знаете, игра сейчас редкий пример того, как игроки как бы негласный договор подписали друг с другом о том, что они не воюют друг с другом. Знаете, белый мир до десятой минуты или что-то в таком духе. Но оттого этот матч и довольно забавный, потому что мы это видим редко, и игроки сразу начнут воевать, когда у них полтора юнита и коллеги. А когда у них громадные армии, раскачанные, хорошие герои. То есть, это будет чисто воды супер макрокатка, еще и с подобием какого-то а-ля какой-то Старкрафт. Потому что, конечно, не часто вы увидите у того же самого эльфа четыре базы, например. И вообще, хоть какой-либо раз имеется четыре базы одновременно. Это какой-то вот, ну, это чистый вода Старкрафт, как по мне. Но это прикольно. И к тому же, именно эльфа, это именно та раса, которая может себе это позволить, учитывая то, что у них дополнительная база относительно легко ставится. И дешево. И быстро. Ну что ж, мы видим пока, что первое плюс-минус серьезное столкновение, но пока что нежить спокойно забирает юнита за юнитом. Рецепт смесь получает четвертый уровень, соответственно, у него есть вторая аура, с ней он становится еще более мобильным и догонять врага легче. В это время хранители рощи харасит экономику противника, точнее, пытается это делать, особо безуспешно. Все таки репортации используют пандрейские пиловары и уходят. Видимо, он хотел точно спасти хранители рощи, он мог умереть бы вообще, там, если бы залетела бы Койл-Нова, видимо, они были в перезарядке. Дополнительная база унижить уже сработает, понятное дело, что они не знают мун, но и ФЗ не знает, видел как минимум третью базу, но о существовании четверто не знает. Но он знает, что у эльфа как минимум три базы, это уже очень жестко. Мун, видимо, знает о том, что ФЗ знает и приходит защищать свою базу, а нет, он пришел крепиться, но это как раз по темповому, по темповому очень, потому что противник как раз туда приходит и можно повоевать. При этом у эльфа на 10 лимита больше, панда с полным запасом маны можно, не успел взорвать светлячка, можно взорвать этих горгулей, очень красиво, только что и парами попал и дыханием, так что горгулей получили много урона и при этом нету простого свитка исцеления, отрадить свиток воскрешения очень дорогой, не хочется на простой горгулей, хочешь, чтобы еще и герои получили от этого какой-то бонус, но с другой стороны под фокусом может пострадать древо жизни, нужно быть предельно осторожным, нужно пытаться ей отойти, светлячков нету для того, чтобы восстанавливать здоровье, садится оно специально, чтобы у нее появилась броня, особенно учитывая, что у него это, ох, как уж много урона, только что пущу хранитель рощи, он убивает банку здоровья для того, чтобы спастись от варне уязвимости и яси улицера смерти, он решил вместо этого нажать свиток телепортации, возможно лечь умрет, но вынужден был нажать свиток восстановления, для того, чтобы хоть как-то спасти своего героя, терять его ни в коем случае не хотелось, потому что это гигантская потеря темпа, но он в итоге прожал этот очень сильный артефакт, казалось бы, просто чтобы спасти героя, это нехорошо, два защитных древа то же самое здесь делают еще и мун, только пересядет, пересадит само дерево, был куплен шреддер, или мне показалось, я слышал звук шреддера, я точно его слышу, да, вот он, добывайте дерево довольно опасно, и вот сейчас ВВЗ пони... Ага, а он видел уже все это, покупает гоблинских подрывников, для того, чтобы быстрее сломать древних защитников, понял, что здесь происходит мун, видимо, шреддер все заметил, телепортируется, суперагрессивный телепорт, куча дриад, но дриады страдают Гургули, но при этом у Гургули есть промок, но второе улучшение на атаку, слушай, ну здесь есть куча вариантов того, как может развиваться игра, бой конкретно, но ВВЗ здесь слишком мало, он должен вернуться, он просто уходит отсюда, смотрите, послушник Акалит стоит, для того, чтобы поставить проклятую шахту, видимо, вообще золото обоих игроков гигантское количество, вы сами видите, ВВЗ, видимо, начинает потихоньку переходить, банджи будут, потихоньку переходить в какое-то подобие макро, то есть имеется в виду больше юнитов будет, потому что будет у него к тому же еще и банджи, интересно, останется ли он при своих Гургули или все-таки придет других юнитов, потому что Гургули здесь, конечно, не особо вариант, учитывая то, что там есть пандрийский пивовар почти пятого уровня, прицель смерти страдает, у него отвар неуязвимости есть, но возможно, есть смысл поражать именно свиток, о, ну на последнем здоровье, не хватило ему, видимо, у него только что микроконтроля, чтобы нажать отвар неуязвимости в момент дыхания для того, чтобы сохранить здоровье и еще при этом, что самое обидное, древо жизни выживает, попытка убить Лича, у него будет запущен Койл и сразу же прожимается свиток телепортации для того, чтобы выжить, скорее всего Лич здесь выживет, даже отнутряду успели убить перед тем, как покинуть, в принципе нормально, дополнительные подрывники, первые могильщики уходят, ну да, играть в этой ситуации горкулями решение не самое лучшее, возможно еще стоит делать именно побольше мясников, Хэппи против Муна на VGL именно так и побеждал, он знал, на каких картах Мун будет играть именно в Маз Дриад и пытался делать фаст мясников, все в таком духе, и делать как можно больше, потому что Дриады по ним почти урона не наносят, но на этой карте это уже, конечно, так себе будет работать, учитывая какая развитая экономика у Муна, как у него много дерева, как у него много золота, если он просто заметит, что он будет делать делаться юниты, которые эффективны против Дриад, он будет делать просто других юнитов, это элементарно, поэтому надо использовать здесь другую стратегию, меня больше удивляет третий герой для нежить, это Повелитель Могил, Повелитель Могил со своим подкопом очень неплохо против стрелковых юнитов, но проблема в том, что у Дриады иммунитет к магии, так что непонятно, как это будет работать, возможно это на перспективу, когда появятся другие юниты, Красный Льмит переходит Эльф, пятый уровень для Пандрийского Пиовара, сгорают здесь Горгули, явно не чувствую себя максимально дискомфортно, и нежити надо быть конечно осторожным, Дриада возвращается домой с помощью Посоха, Большой Мойлет Маны есть у Панды, так что он может дышать по сути бесконечное количество раз, как же страдает Лич, у него есть отвар неуязвимости, он и прожнет в случае чего, видимо ради этого Бу подкоп, чтобы одного хранителя рощи подкидывать, Горгули слишком мало для того, чтобы что-либо сделать, лимиты казалось бы плюс-минус равные, но все равно, в святой телепортации у него придется прожимать рюкзю смерти, когда он споконно на ноги уходит, в святой кистиле не нажал Эльф, и тем самым восстанавливает здоровье в большом количестве дриад, и в итоге Эльф должен отойти, но он хочет просто позицию хорошую занять, передал личный телепортатор Панди для того, чтобы он остановил себя прямо сейчас ману, и теперь он может покойно возвращаться с тобой, потому что у него будет 700 единиц, даже 800 почти единиц маны, и он будет просто здесь все уничтожать своим ужасным, и при этом прекрасным в плане аромата огненным дыханием, ужасающим, у мясников даже чумного облака нет, так что они никакого импакта не вносят совершенно, пытаются здесь выщелкивать юниты за юнитом, чтобы зарабатывать себе золото, ниже к слову так базовую не поставила, ситок телепортации прожимая твечи, в итоге спокойно уходит, почти убили мясника, но он выживает, то же самое про глицера смерти, да, здесь без бандж ничего не сделает, нужно, нужен антимагический щит, акрит летает повсюду, о, венец богородства, видео он выложил, еще дополнительную базу здесь будет прямо сейчас ставит эльф, но не что-то замечать, потому что, заметить, потому что у него тень стоит, да, теперь он знает, что здесь происходит, это конечно какая-то фантастика, какое макро здесь развито умуна, он при этом еще до нескольких баз можно поставить, надо будет потом обязательно посмотреть после матча, сколько золота он черт побери заработал, потому что явно много, да, два сфинкса, сфинкс иммунный к магии, но с другой стороны получает больше урона отряд, так что возможно это не самая хорошая идея, особенно считаю, что там второе улучшение на атаку и есть аура меткости, крепится спокойно, в сайт получает скоро пятый уровень на рыцаре смерти, что довольно сильно, лич тоже четвертый, нету когтей, и это печальное зрелище, ставят за дополнительные тревы ведров, ну как дополнительные, имеются как дополнительные здания, что он там может делать, в принципе волшебных дракончиков так-то, для того, чтобы наносить урон кастерам, гиппогрифов для того, чтобы воевать с сфинксами, но у него ряды есть, возможно просто хочет их добавить, для того, чтобы сфинксы чувствовали если опасно, вот тебе сам, так, извините, интересный юнит у Муна, точнее героя, это темная охотница третьим героем, видимо ради немоты, но там все-таки у эльфа есть одна, точнее у нежити есть одно, одно очень сильное преимущество, которое будет с ним до конца игры в любой ситуации, это Койо Ново, вездесущие, учитывая, что у того же самого охренителя роща всего лишь 700 единиц здоровья, то Койо Ново сносит ему ощутимый запас здоровья, и для того, чтобы как-то с этим воевать, можно как раз пользоваться немотой темной охотницы, так что решение в принципе понятное и даже более того хорошее, в это время пока герои основные крепятся, точнее мешают базе, на базе нежити, пытаются убивать юниты, все в таком духе, атаковать здание, темная охотница в это время крепится, чтобы поднять ей хотя бы третий уровень, чтобы у нее немота была второй, улучшается неплохо, плита меткости дополнительная, так как уже одна есть, то ее можно продать, да, конечно, мун раскатывает будь здоров своего противника на этой карте, ставится еще одна база нежити, вот он мун, конечно, вообще, во всей этой карте мун, то, что делает его таким сильным игроком, прекрасная макро, прекрасное понимание игрового процесса, чтение оппонента, раскачка героев, то есть все просто на высшем уровне у него, но будет ли он сейчас защищать базу, видимо, так как у него разделенная армия, телепортироваться он особо не хочет, древо жизни, возможно, здесь даже умрет, но и тенение с природой спасает, лимитом 10 больше у эльфа именно, шикарное дыхание, еще и статуи сзади стоят, вообще, то, что он их так оставил, конечно, это ошибка, возможно, он ожидал все-таки телепортации, просто сам нажимается в телепортации в ФЗ, и телепортируется, но при этом сломал древо жизни, но он просто новое поставит, в чем проблема, 3-2 у эльфа, у триад, теперь это, конечно, мощный юнит, проблема у триад в том, что согласно своим характеристикам, он не стоит 3 еды, и при этом его достаточно сомнительно иногда бывает масить, но когда у них 3-2 или 3-3 улучшения, когда их просто настолько много, что ты не успеваешь всех убить, тот факт, что они иммунны к магии, делают их чрезвычайно сильными, но повелитель могилы, это вообще интересное решение, где вот в жизни спокойно, дополнительно оставятся, еще одна драка, опять, попытка именно захерокилить, все триады атакуют одного конкретно героя, там святок исцеления был прожит, еще одна немота, видимо, как раз ради этого еще и был взят темная охотница, для того, что не было возможно вылечить своего героя, панда почти не осталась в здоровье, надо защищаться каким-то образом от коего нового, мясник умер, антимагический щит был навешан на героев, на все антимагические щиты, как же мало здоровья у панды, спасут ли ее каким-то образом, нет, он умирает, слишком далеко был, крыльный телероща, он просто не смог где-то дотянуться, но при этом мало здоровья остается у всех юнитов нежити, но по лимиту в ФЗ-то просто гораздо здесь больше, но у него все красное, потом нужно быть осторожным, первые медведи появились, у медведей 3-3 улучшения, это очень сильно, да, здесь армия нежити, конечно, сильно убывает, что самое главное, герои слабеют, так что лишил ФЗ-то телепортироваться обратно, но у него опять же все под контролем, у него есть куча дополнительных баз, очень много, то есть у него суммарно 3 базы, да, у эльфа больше, но это нормально, когда у эльфа против нежити баз больше, то есть в принципе по-другому быть не может, если баз у нежити одинаковое количество с другой расой, кроме орков, то нежить побеждает, нежить это самая макро, независимая, самая макро независимая раса в игре, их юнит очень сильный, что позволяет им воевать в в той ситуации, когда у тебя экономика слабее, ну и плюс герои, конечно, кое-моего нового не зря считается возможно сильнейшей комбинацией способностей в игре, банш, это без банш просто сложно что-либо делать, мастерство есть, так что маны много, антимагический щит на могильщиков, на героев, и можно воевать, но банш пока что очень мало, нежити много сейчас, 80 лимита против 69 панда, если что, восстановилось, как же много маны у нее, это просто кошмар, но только от 6 уровня, он при этом, как и все герои эльфов, 5-5-3, тут же с другой стороны 5-4-3, ну почти 5, тоже улича, по сути, еще пару энтов убить и будет 5-й, видишь, что ставится древо жизни в ФЗ, и сейчас будет пытаться дать бой своему врагу, преимущество эльфа сейчас в том, что у него 3-3 улучшения, в то время как унижить всего 3-0 для могильщиков и 0-0 для мясников, первая нерубская башня дополнительная была построена, основная шахта закончилась у обоих игроков, дополнительная досталась довольно мало, 2000 золотых монет, 8000, в общем, не особо много, видимо, сейчас будет одна из ключевых драк в игре, в принципе, армии у обоих игроков примерно равные, но преимущество в улучшениях за эльфом, плюс еще при грамотном микроконтролле можно давать просто идеальные, идеальную немоту на вражеских героях, в итоге не будет Койл Новый, первые гиппогрифы против сфинксов появились, Койл Новый, по пандерийскому пиловару, у него уже нет половины здоровья, но хранитель рощи рядом, так что успеет, если что, спасти героя, Койл залетает по поверитель могилы, это его спасает, не успевает снять корни со своего героя, видимо, не особо замечал, еще одно шикарное дыхание по могильщикам, передовая линия унижить и не особо можешь со всем этим справиться, к тому же, самое главное, страдает поверитель могил, Жук, живет, опять же, у него был брошен Койл, панда обратно вернулась, но у него есть личный телепортатор, и прямо сейчас он вернется обратно в драку, умирает медведь, про фронтлайн у эльфов не особо живет, панда как назад, надо телепортировать, какое дыхание, все-таки не хватает антимагических щитов, нужно больше, еще один мясник падает, в итоге их совсем не остается, нету фронтлайна у нежити, нужно каким-то образом жить, а как непонятно, святых телепортаций есть, и конечно этим можно спастись, но эльф просто давит своего врага, еще одно шикарное дыхание, что панда, и последний момент еще телепортирует панду обратно, святых телепортаций передается по велителю могилы, он уходит обратно, в итоге толком, ну мало что здесь потерял нежить, но эльф конечно, как он два раза, на последний, просто два раза спасал пандрийского пилара, особенно в последний момент, в итоге он останавливает себе ману с колодцев, ну вы видите сами количество колодцев, да, они здесь уже не для еды, они просто здесь, чтобы ману восстанавливать героям, и юнитам, шикарно, он еще, еще есть, да, у него же за возвращение у каждого есть, но это просто бесподобная макроигра, такое редко увидишь, это наглость от Муна, он чувствует уже силу, можешь спокойно здесь играть, ресурсы у нежити тоже есть, он красный лимит не хочет переходить, а Мун уже спокойно переходит в ста-лимитовую армию, чувствует себя в этом плане абсолютно комфортно, антимагический щит почти по всем юнитам, но юнитов армия просто маленькая, там громадное количество адриат, статую переделал, но их можно в сфинксы перетащить, перетянуть, просто проблема в том, что у них мана закончилась, поэтому точно надо будет с ними что-то сделать, но они уже неплохие здесь сфинксы, потому что могут с медведями воевать кое-как, надо пытаться спасать, правда, их от кипа грифов, неплохое дыхание, но там антимагический щит, опять же, под фокус поставляется повелитель могил, не мота, по рыцарю смерти, но при этом уходит, повелитель могил, он живет нормально, фокус поставляется, рыцарь смерти, у него есть свиток телепортации, вы проживаете, у него как-то не особо хочется дыхания, не успел он прожать свиток телепортации, из-за этого он здесь погибает, сыпется армией нежити, и в итоге ФВЗ сдается в этом матче, безумная макроигра, в том плане, что в ходе всего матча примерно было понятно, кто доминирует, и Мунт закономерно победил, но это такая прекрасная макрокатка, вот просто филигранная, что мне показалось, что это матч особенный, что хочется все-таки им с вами поделиться, на 7 тысяч больше золота добыл эльф, чем нежить, дерево тоже в два раза больше, на 6 тысяч порядком, но при этом в апкипе, в содержании, 11 тысяч золотых монет потратил эльф, то есть из 27 с половиной тысяч, он 11 тысяч потратил на содержание, вы понимаете, насколько это жестко, но и при этом золота у него было, все время, очень много, по оботу примерно равные, поведитель могил меня немного удивил, но видимо это был закос на будущее что-то, против медведей, против всего в таком духе, плюс это герой, который выполняет роль фронтлайна, ну, а какого героя еще брать, можно было бы правда тинкера взять, но тинкер под фокусом тоже гибнул бы, но тинкер неплох, потому что его робогоблины неплохо справляются с рядами, но при этом этого самого тинкера, берут в основном только тогда, когда неж идет файл пуш, когда она не собирается скрипиться, а собирается идти прямо здесь, и ломать лицо с моего врагу, такого в фсете делать не хотел, так что именно, возможно именно поэтому он взял жука, ну, конечно, дело, залезть в голову я не могу, и могу только рассуждать, количество точек, закрепленных муном, сразу же говорит о том, ну, Интермут Теймс, количество полученных предметов, 44 штуки, хотя при этом он покупал, понятное дело, часто банки с восстановлением маны, но это все такое, интересный матч, в любом случае, будет интересно посмотреть за тем, как будет Мун играть на ближайших крупных турнирах, меня всегда вызывал восхищение этот игрок, 32 года он так играет, браво, это как-то так, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого матча, ставьте лайки, для того, чтобы поддерживать контент, поверьте, это очень важно, и удачи в плавании.